МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на телеканале Хабар 24 в студии Патагус Саркулова. Здравствуйте. И начнем выпуск с ситуации по распространению птичьего гриппа в Казахстане. Новый очаг заражения выявили в Павлодарской области. Карантин объявили в селе Агашорен Иртышского района. Отмечу, это уже четвертый в регионе случай распространения опасной болезни на личных подворьях. Подробнее о сложившейся ситуации по телефону готов рассказать наш корреспондент Ербол Абишев. Ербол, приветствую, слушаем вас. Добрый день. Первый падеж домашних пирнатых в селе Агашорен зафиксировали 21 сентября при подворном охоте. Ветеринары сразу выявили 8 дворов, спавших птицами. На следующий день посчитали количество. 56 тушек. Из них 40 гусей, 15 кур и 1 утка. Еще один труп, но уже дикой птицы нашли на берегу озера. Это был лебедь. Накануне пришли результаты анализов, а в минувшие выходные в селе установили правовой режим карантин. На данный час, по информации районного отдела сельского хозяйства, в очереди заражение падеж установлен на 11 подворьях. Общая численность мертвых птиц достигла 118 голов. На месте работает противоэпидиотический отряд. Все птичьи поголовье изымается и утилизируется в труппожигательной печи. Всего ветеринарам предстоит уничтожить свыше 5000 голов птиц на территории Кирского района. Сейчас тоже ведется масштабная вакцинация. В настоящий момент привито более 50 тысяч голов птиц. Мы продолжаем смотреть за ситуацией в регионе. Спасибо, Ервол. Держите нас в курсе. Тем временем в Карагандинской области началась вакцинация домашней птицы на частных подворьях. Специалистам предстоит привить порядка 100 тысяч несушек. Напомню, птичий гриб подтвердился в трех селах Нуринского района. На въездах в населенные пункты установлены блокпосты. Численность погибшей птицы превысила 140 голов. Сейчас в селах работают абезотические отряды. Позже специальная комиссия займется подсчетом ущерба. Компенсация по согласным правилам изымается работник фигуранских противоэкзотических отрядов. Изымает птиц. Ущерба уничтожает большая комиссия. 113 тысяч птиц вакцинировали в Акмолинской области. По данным регионального управления ветеринарий, новых смертей за выходные не зарегистрировано. Тем временем в селе Шуэндеколь Жаркаинского района завершены работы по сжиганию птичьих тушек. Специальная группа ветеринаров отправится в другие населенные пункты. Напомню, карантин объявлен в шести районах региона. Другим темам. 39 детей с Кавасаки подобным синдромом зафиксированы на сегодняшний день в Казахстане. 60% из них выздоровели и благополучно выписались, а 40% продолжают лечение. Об этом сообщила председатель правления АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» Риза Буранваева. Как правило, в анамнезе всегда есть, что ребенок переболел COVID-19. Клинические проявления – это повышение температуры свыше 38 градусов, которая держится в течение 24 часов и более. Сыпь на теле, боли в животе, диарея, может быть поражение органов дыхания, кашель, дыхательная недостаточность, одышка. Могут быть боли в сердце, конъюнктивит, отеки ладоней и стоп. Дома лечить заболевание не стоит, потому что оно протекает тяжело, говорят специалисты. Также Риза Буранваева сообщила, с марта COVID-19 в нашей стране заболели 2500 детей. На сегодня ситуация по заболеваемости коронавирусом у детей стабильная. В Ахтубе коронавирус выявили у трехмесячного ребенка. Родители обратились в поликлинику после появления у него симптомов ОРВИ. Подробнее о состоянии малыша мы расскажем в наших следующих выпусках новостей. Мои коллеги сейчас ждут комментарии врачей. Отмечу, всего в регионе зарегистрировано свыше 2200 случаев заражения опасным вирусом. Большая часть инфицированных уже побороли болезнь. За последние сутки там выявили два новых случая COVID-19. Тем временем почти 3000 казахстанских медиков, заразившихся COVID-19 и пневмонией, получили выплаты из Государственного фонда социального страхования. Компенсации также получили родственники 29 медработников, которые не смогли побороть болезнь. В разрезе регионов наибольшее количество выплат получили врачи из столицы Алматы и Шимкента, а также медики Карагандинской, Западно-Казахстанской, Атыраусской и Акмолинской областей. Напомним, медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией полагается по 2 миллиона тенге, а в случае смерти их семьям по 10 миллионов тенге. Продолжаем выпуск. В капитальном ремонте нуждаются сразу 8 медицинских учреждений Балхашского района Алматинской области. Большинство из них построены в середине прошлого века. К примеру, сельские больницы в селах Акколь и Караой давно признаны ветхими. Коллектив медучреждения вынужден работать в таких условиях. О новом оборудовании там и вовсе только мечтают. Не хватает в клиниках и специалистов. Работают там в основном врачи предпенсионного и пенсионного возраста. При этом все населенные пункты находятся на большом расстоянии от райцентра. Этой больнице 60 лет. Мы еще были мальчишками, когда ее возводили. Сколько себя помню, так и стоит она. Мы не раз поднимали вопрос о строительстве нового здания. Депутаты приезжали и Акимы области, но так и не решился этот вопрос. Мы находимся почти в 200 километрах от райцентра. Поэтому нам нужно современное здание больницы. У нас в районе всего 22 лечебных учреждения. За последние три года было построено три новых ФАПа. Ведется подготовка проекта сметной документации на ремонт сельских врачебных амбулаторий в аулах Ахдалай и Береке. Сейчас будем подавать заявку и на строительство новых зданий больницы в селах Харой и Ахкюль. Из-за ситуации с коронавирусом большинство казахстанских школьников учатся в онлайн-режиме. Однако школьники Женебекского района Западоказахстанской области вынуждены по полдня находиться на улице. Иначе на онлайн-урок им не попасть. Но у детей проблемы не только с интернетом. Не хватает и техники. Не у всех есть ноутбуки и компьютеры. Многие из них пользуются мобильными телефонами родителей. Отмечу, всего в районе 15 общеобразовательных школ в них обучаются больше 2,5 тысяч детей. Четыре школы у нас обучаются дистанционно. 11 школ у нас обучаются в штатном режиме. Из них 1066 они обучаются дистанционно. Интернет у нас в селе Женебек удовлетворительный. Трудность только в том, что одновременно, когда заходит очень большое количество детей, интернет немножечко зависает. Поэтому в большинстве случаев дети обучаются в асинхронном варианте. И точно так же WhatsApp продолжает помогать. Число жертв коронавирусной инфекции в мире преодолело порог в миллион человек. Такие данные представили во Всемирной организации здравоохранения. А количество подтвержденных случаев заражения превысило 32 миллиона. В Испании в дань памяти жертв ковида в одном из городских парков Мадрида установили 50 тысяч национальных флагов. Автор инсталляции – ассоциация родственников погибших от коронавируса. Между тем, Мексика достигла четвертого места по уровню смертности от COVID-19. За минувшую неделю в этой стране с болезнью не справились 75 тысяч человек. Ранее ВОЗ предупредили, что число жертв опасного вируса во всем мире может достичь двух миллионов. Два миллиона – это, конечно, невообразимо, но это не невозможно, потому что если за девять месяцев мы потеряли миллион человек, то до того, как появится вакцина, следующие девять месяцев мы можем потерять еще больше людей. Сейчас нужно работать над тем, чтобы скорость передачи вируса и уровень смертности снизились. Израиль живет в режиме герметичного карантина. Серьезно ограничено передвижение между городами. Закрыто все, кроме продовольственных магазинов и аптек. Как получилось, что страна, которая продемонстрировала такие впечатляющие успехи во время первой волны, вдруг оказалась лидером по числу заражений? Ответ на этот вопрос наш корреспондент Сергей Ауслендер узнал у инфекционистов. На этот нюанс мало кто обратил внимание. Во время первой волны весной про каждого погибшего от вируса сообщали отдельно. Кто он был, чем занимался, сколько лет. Теперь в сводках мелькает, за сутки скончались 20, 30, 40 человек. Израильские врачи говорят, по-прежнему сражаемся за каждого, но сил и ресурсов все меньше. Начинают работать законы больших чисел, против которых бессильна даже израильская медицина. Я вижу, что люди танцуют, толпятся, трапезничают, сидя вплотную друг к другу за длинным столом без масок. Хватит, проснитесь, всему есть предел. Мы в другой реальности. Мы должны действовать и действовать сейчас. Тотальный карантин именно в праздничные дни, когда экономическая цена очень низкая. Есть только пять рабочих дней. Если мы не сделаем этого сейчас, при таком уровне заражения, мы не сможем избежать тотального карантина в дальнейшем. Поэтому лучше делать это во время праздников, когда меньше рабочих дней и большая часть отрасли народного хозяйства в любом случае в отпуске. 60 тысяч тестов в день на миллион населения. Это один из самых высоких показателей в мире. Больше 11% дают положительный результат. Это пугает специалистов, которые опасаются коллапса системы здравоохранения. Уже сейчас многие больницы не принимают коронавирусных пациентов. Все отделения забиты под завязку. Недостатка в оборудовании нет. Не хватает квалифицированного персонала. В 18 операционных в нашем центре они были почти все закрыты, только экстренные операции и только по решению главного врача и так далее. А так все закрыто. И все анестезиологи вместо того, чтобы давать плановый наркоз, работают на короне. Еще в первую волну израильтяне провели исследование и выяснили, пресловутый коллективный иммунитет против коронавируса никак не формируется. Даже в таких местах, как Испания, Италия, где было гораздо больше заболевших и переболевших, даже они были далеки от стадного иммунитета. В Мадриде уровень антител был 11% после первой волны, которая убила там много десятков тысяч людей. Поможет только вакцина, говорят врачи. Но на вопрос, который волнует большую часть жителей планеты, когда, они отвечают очень осторожно. По самым оптимистичным прогнозам, год, пока завершится самая важная третья фаза испытаний. Я думаю, что будет несколько, которые будут хорошие. Я уверен в этом. Потому что это как бы... Серьезные люди этим занимаются не в одном месте, а во многих. Очень может быть, что некоторые из них вакцин нужно будет делать каждый год. Раз в год? Да, например, раз в год, как мы делаем от гриппа. В любом случае, сейчас задача одна – сбить вторую волну, не допустить коллапса здравоохранения и массовой гибели людей. Поэтому израильские власти предупредили, если не будет положительной динамики, карантин продлят на неопределенный срок. Сергей Услендер, Хабар, 24. Монголия и Ваймаки Хофт ввели карантин после того, как зарегистрировали новый случай бубонной чумы. Об этом сообщают в Национальном центре по изучению инфекций. По информации, бубонную чуму обнаружили у 25-летней девушки, употребившей в пищу мясо сурка. 19 человек, контактировавших с ней, изолированы. По факту обрушения моста на предприятии в Подмосковье возбуждено уголовное дело. Предположительная версия случившегося – перегруз пешеходного перехода. Напомню, ЧП, в результате которого пострадал 51 человек, произошло накануне в центре по упаковке и отправке грузов. Все граждане Кыргызстана, которые трудятся на предприятии по контракту. Люди получили множественные переломы ног и рук. У двоих диагностирован перелом основания черепа. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь. Оказать помощь пострадавшим соотечественникам поручил и премьер-министр Кыргызстана в севере сегодняшней беседы с сотрудниками посольства. На севере Калифорнии вспыхнул сильный пожар. Очаг стихийного бедствия пришелся на самый центр винодельческого региона США – долины Мнапа. Лесной пожар вспыхнул рано утром в воскресенье и очень быстро распространился из-за сильного ветра, охватив территорию больше 800 гектаров. К вечеру пламя уже распространялось со скоростью 80 км в час. По информации местных властей, эвакуированы жители порядка 600 домов, персонал и пациенты местной больницы. Еще около полутора тысяч человек получили предупреждение. Сейчас прервемся на рекламу. Не переключайтесь. Смотрите продолжение. Мультивая... Мультивый... Чувствует... Ну, как... ...интересно... ...молтивый ангел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О своих потерях Азербайджан пока не сообщает Армянский единый информационный центр При правительстве Армении сообщил Что в ходе боев погиб 31 военный Непризнанный Нагорно-Карабахской республики В обеих странах объявлена Мобильная военная мобилизация Напомню, в МИДе Казахстана Сделали заявление В связи с эскалацией армяно-азербайджанского Конфликта Дипломаты выразили глубокую обеспокоенность Случившимся в Нагорном Карабахе И призвали дружественные страны Азербайджан и Армению Принять все меры для стабилизации ситуации В том числе отказаться от использования Силовых средств и приступить к переговорам Прекратить боевые действия Призывают Армению и Азербайджан И Евросоюз Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС По иностранным делам и политике безопасности Джузеппо Борреле Необходимо срочно вернуться к переговорам По урегулированию Нагорно-Карабахского Конфликта под эгидой сопредседателя Минской группы ОБСЕ Без предварительных условий Спецпредставитель генерального секретаря НАТО По Центральной Азии и Кавказу В своем заявлении также призвал Стороны конфликта прекратить боевые действия Которые уже привели к жертвам Среди гражданского населения Он подчеркнул, что у этого конфликта Нет военного решения Стороны должны возобновить переговоры В направлении мирного урегулирования НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ Говорится в документе И вновь о событиях в нашей стране Международный аэропорт Теперь есть и в Туркестане Воздушную гавань сегодня открыли официально В церемонии принял участие Первый президент Казахстана Аэропорт построили турецкие инвесторы Обслуживать он сможет 3 миллиона пассажиров в год Уже в следующем году Лайнеры из Туркестана Полетят в столицу Алматы И турецкий Стамбул Дальше по плану Актубе, Атырау, Актау, Караганда И даже Мекка Прямое авиасообщение в Саудовскую Аравию Планируется запустить раз в два дня Аэропорт находится в 20 километрах от города К нему подведена новая дорога Будет создано 250 рабочих мест В ходе поездки Ельбаса посетил И новый стадион Туркестан-арена Здесь расположены футбольное поле И легкоатлетическая арена Залы акробатики, бокса, тяжелой атлетики Трибуны рассчитаны на 7 тысяч зрителей Такого спортивного объекта В Туркестане прежде не было После того, как стадион заработает Трудоустроены будут порядка 100 человек Ознакомился Нурсултан Назарбаев И с концертным залом Конгресс-холл Где будут проводить спектакли, конференции Симпозиумы и форумы Алматы в ближайшие 5 лет Станет самым безопасным И комфортным городом страны Такова цель проекта Предвыборной программы партии Нур-Отан Ключевую роль в создании документа Сыграли местные жители Они онлайн отправляли идеи Для развития мегаполиса В итоге программа включила в себя 12 основных пунктов Это вопросы благоустройства города Газификации, водоснабжения Улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры Роста экономики Поддержки малого и среднего бизнеса Сегодня их представили Первому заместителю Председателя партии Нур-Отан Баужану Байбеку Он призвал представителей НПО И блогеров Активно голосовать на праймерис С 1 по 3 октября В Алматы 233 участника Голосование пройдет тайно Даже в частности При проведении праймерис Мы увидели, что Некоторые вещи, которые Имели благие цели Но на нашей политической ниве Получают какое-то искаженное Или восприятие Или реализацию В частности Вы знаете, у нас было такое понимание Что кандидаты, приходя в партию Будут приводить за собой сторонников И у нас выделялось время Для того, чтобы приходили новые люди в партию Но, к сожалению Имели место Фальсификация и принуждение По месту работы Не по партийной линии Скажем, руководитель предприятия Идет на праймерис И принуждают кого-то Вступать в партию Конечно, мы Таким вещам Не можем И не дадим Никакого ухода В Павлодарском приортыши Открылась новая Молочно-товарная ферма В ней будут содержать 600 буренок Пороги сементал Проект реализовали В крестьянском хозяйстве Жанакала В Павлодарском районе Финансировала строительство Аграрная кредитная корпорация Казагра Племенное хозяйство Жанакала Крупный в регионе Производитель молока Дойная стада 340 голов Не хватало доильного оборудования Поэтому и решили Расширять производство Проект поддержала Аграрная кредитная корпорация Выделив 842 миллиона тенге По программе На сегодня Это самые льготные условия 6% годовых 10 лет Финансирования 2 года льготных С самого старта С самого фундамента Мы профинансировали данный проект Производственная мощность Новый НТФ 2800 тонн молока в год Технологическая линия Германская Стоиловое оборудование Казахстанское Аграрная кредитная корпорация Также профинансировала Закуп сельскохозяйственной техники Немецкого производства Мы уже заказали коров С Германии Именно с Баварии Породы Сементал Немецкой селекции В количестве 510 голов И планируем завоз Нитилей 5-6 месячной сельности И планируем В начале следующего года Уже получить Первые приплоды И запустить дойку Закупить коров помог молокоперерабатывающий завод Хозяйство является стратегическим партнером Предприятия В данном случае Мы получаем Прибавление молока Это порядка 15 тонн молока Ежесуточно На фоне дефицита молока Который сложился за последние годы В области Это мы считаем весомый вклад Новая НТФ дала мультипликативный эффект В селе появились новые рабочие места А хозяйство построило детский сад Которым сельчане очень нуждались Продолжаем выпуск Начало отопительного сезона Повлияло на образование смога в столице По данным исследователей Свою роль также сыграла низкая скорость ветра В сочетании с температурной инверсией Вместе с тем На появление смога Могли повлиять и неучтенные источники выбросов Напомню Сегодня утром столицу окутал густой туман В отдельных районах Нурсултана Жители ощущали запах гари Пять датчиков, расставленных по городу Зафиксировали превышение нормы загрязнения воздуха К слову, повышенное содержание диоксида азота Негативно влияет на здоровье человека Зафиксировано превышение В пределах одной нормы ПДК По пыли и диоксиду азота По диоксиду азота Могу сказать следующее Это наиболее распространенный Токсичный загрязнитель городской среды Который участвует в формировании смога И, конечно же, негативным образом Влияет на органы дыхания человека Образуется он в основном От продуктов сгорания теплоэлектростанций И выхлопов автотранспорта Проблемы загрязнения воздуха в столице И других крупных городах Казахстана Обсудили сегодня и на брифинге В службе центральных коммуникаций По информации координатора программы По устойчивому развитию урбанизации ПРООН в Казахстане В списке загрязненных городов Также находятся Алматы и Тимиртау Организация сотрудничает с Казгидрометом Научным институтом космических исследований И Минздравом Недавно был запущен совместный проект Который поможет вести учет Летучих органических соединений В воздухе в Алматы Также эксперты считают Что одной из мер предотвращения Загрязнения экологии Является проект утилизации старых автомобилей По их данным Казахстанцы сдают до 180 автомобилей в день В случае эффективной разъяснительной работы Эта цифра может вырасти в разы С 2016 года по 2020 утилизировали 142 тысячи автомобилей Компенсируют людям деньги И чем люди будут ездить на старых автомобилях Им дают деньги Они за эти деньги То есть частично могут оплатить следующий свой автомобиль На 43 миллиона тенге Оштрафовали водители от Ираух Нарушение на дорогах Зафиксировала система Сергек Которую недавно запустили в регионе Камеры видеонаблюдения Установлены на 153 дорожных участках И больше полусотни перекрестков Аппаратно-программный комплекс Работает в тандеме С появившимися ранее Внутридворовыми приборами фиксации Единая база регистрирует происшествия Во дворах и в местах отдыха После двух с половиной недели работы Появились случаи Когда нарушители не соглашались С выставленными штрафами В административную полицию Поступило сразу несколько заявлений На сегодня камеры Сергек Зарегистрировали 3408 фактов Нарушения правил дорожного движения Уведомления о штрафах Нарушители получают посредством Коспочты и СМС-оповещения Не все водители привыкли к такому нововведению Только за прошлую неделю В административную полицию департамента Обратились 20 водителей Они получили возможность Самолично удостовериться О фактах нарушений С ними была приведена Разъяснительная работа И к этому часу у нас все Напомню, все наши новости Доступны также на нашем сайте 24.kz Всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok